друзья привет с вами светлана понедельник 27 июня я начинаю свою летнюю вышивальную неделю и так да в нее врывается мистер жулик простите жулик давай-ка ты подвинешься лапа жулика испортила натяжку но это не страшно она очень легко поправляется вот так неожиданно я начинаю свою неделю вполне ожидаемого процесса с того на котором я остановилась на прошлой вышивальной неделе это джон клейтон круг акварийный который называется прибрежная деревушка херетаж замечательный красивый настоящий летний сюжет и как говорится грех его летом не вышивать сейчас у меня готово 70 процентов работы вышиваю я его на линде от свайгард 27 каунта белый цвет нитки дмс по ключу по своему перенабору что еще сказать прекрасный легкий великолепный проект немного времени я ему уделила на прошлой неделе поэтому хочу исправить эту несправедливость прибавить ему как можно побольше тем более здесь самое интересное деревушка буду вот ее выстраивать и увеличивать сейчас 70 процентов готова но если если вышивать только этот круг на этой неделе то будет уже и сто процентов вот мистер жулик зовет меня играть поиграю с ним и повышеваю деревушку потом вам покажу что у меня получается у меня среда 29 июня и посмотрите чем я занимаюсь но кто следит за моим творчеством за моим каналом наверняка уже видели ролик про наборы от фирмы панна и там я показывала как раз что он начала и вышиваю вот этот проект это наборчик из серии живая картина брошь поездка закату очень красивый такой атмосферный дизайн автобус небо горы птицы солнце ну красота и желтый цвет и и лето вокруг все замечательно вот сейчас у меня на такой стадии вышивка вот с изнанки это более хорошо видно осталась нижняя часть собственно сама дорога и трава с камушками ну остается наверное где-то мне ну на час полтора работы такая такие вещи вышиваются очень быстро но вот на мой взгляд гладь она чем и хороша что она позволяет вышивать быстро и с другой стороны позволяет творчески подойти к проекту вот смотрите картинка на которую я ориентируюсь да и моя работа они все равно каждая индивидуальной каждая выглядит по-своему красиво по-своему интересно до вышивка здесь идет на ткани вот такой вот интересного состава я не знаю как правильно ее назвать основа с напечатанным фоном то есть сам рисунок был напечатан но я все это показывал уже в ролике про наборы от фирмы пана и ты вышиваешь ориентируясь вот на этот отшив он здесь специально крупно представлен и посмотришь инструкцию где все 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 описано с чего начинать во сколько нити вышивать каким цветом вот сейчас у меня уже практически все вышло ну смотрите сколько не так осталось очень много нитки классные то что они не длинные это очень даже хорошо для этого проекта потому что потому что здесь именно и не нужно слишком длинные нити допустим в автобусе тут вышивается двусторонняя гладь в три сложения и вот те элементы которые должны вышиваться вот этого более чем достаточно даже остаются еще хвостики но их уже больше что касается этого добора уже больше никуда и не применить вот такие вот у меня дела в следующем включении я покажу вам уже готовую работу и надеюсь что ее оформлю потому что для оформления все тоже есть вот здесь и фетр и застежка и основа все супер просто супер замечательно напомню что промокод 15 процентов светлана горелкина на сайте панна я оставлю ссылку я оставлю этот промокод действует до конца июля то есть еще целый месяц впереди можно им воспользоваться вот и все друзья мои я не утерпела и не только закончила брошку но и сразу же ее собрала есть такое у меня да вот смотрите то что на обложке это что получилось в реальности мне кажется все очень похоже немножко может быть и какие-то цветовые пятна другие но здесь можно сделать скидку там и на полиграфию и на прочее но в целом получается просто просто великолепно я очень довольна и процессом и результатом да я впервые вышивала на габардине мне подсказали что эта ткань называется габардин с напечатанным фоном гладью прошлый раз код у меня вышивался на фетре а это вот была такая вот габардиновая основа с рисунком меня в телеграме спросила венцеслава привет вам я там публикую чуть пораньше свои фотографии какие-то мысли так вот она спросила что получается вышивать на напечатанном фоне легче чем не напечатанным да и я задумалась и получается знаете как ну какой-то степени да легче потому что обозначены контурой обозначены они не просто такой пунктирной линии но и цветом в этом плане да с другой стороны знаете тут это можно сравнить как крестик вот мы счетный крест вышиваем просто со схемы да и пустую канву заполняем крестиками есть у нас техника печатный крест где уже есть определенные напечатанные крестики рисунки но конечно сравнение не совсем корректно но приблизительно так или вот как вот да с напечатанным фоном вот как джой санды есть наборы вот эти вот вот примерно то же самое кто-то говорит что им так нравится так намного легче вышивать по напечатанному фону кто-то же наоборот говорит нет проще заполнять пустую пустую основу это намного проще интересно общем тут наверное это все-таки индивидуальный подход но мне понравилось и там и там вышивать вот этот опыт мне тоже очень понравился тем более здесь брошечка у нас изобилует мелкими деталями ну начиная с птички начиная с солнца и заканчивая тут какими-то травой елками сам автобус здесь есть вот эти крупные французские узелки здесь есть вот эти линии которые блики на стеклах автобуса изображать здесь также также есть вот шов в раскол это обводит он колеса внутри там двусторонняя гладь а вот это вот шов раскол но нет не сложный есть здесь вот описание как его делать ничего сложного нет вот она шов в раскол так и называется вообще инструкция очень подробная по швам пожалуйста здесь есть и словесное описание и схематичная с обратной стороны у нас идет описание работы как я уже показывала да здесь тоже все очень просто инструкция по сборке броши следуя ей можно легко и быстро собрать брошь что собственно я и сделала ну и для того чтобы вот выполнить этот крученый шнур ну собственно кто вышивает много dimensions для это для них это не проблема ну вот для кого проблема и никто не знает очень тоже простое описание как его сделать рисунок все пожалуйста берите и делайте ну и конечно вот это вот бумага бумажечка с изображением готовые вышивки в крупном таком разрешении помогала мне вышивать саму брошку потому что даже в самой инструкции были там такие моменты где говорилось ориентируйтесь на рисунок то есть смотрите как там и уже вот согласно этим образом действуйте конечно все все равно точь-в-точь у вас не получится как на этой картинке также у не получится снова у меня повторить вот эту брошь она тоже по-своему уникальна в этом наверное и интересен сам вот этот принцип вышивания гладью здесь вот полностью творческий подход очень в этом плане интересно и с другой стороны но в принципе даже если вы боитесь вот привыкли вышивать крестиком четко по схеме тут пять крестиков по горизонтали 8 по вертикали ничего страшного здесь просто нужно отпустить вот это вот привычное следование схеме и немножко так вот возвыситься как бы приподняться и смотреть сверху и представлять как будет в итоге то есть вот вышивая там небо можно сделать лишний стежочек можно его не делать и ну и всегда получится по разному горы то же самое посмотрите тут я тоже творила как хотела и вообще вот делала все что хотела а покажу с обратной стороны брошь здесь вот фетр я здесь сделала все по ключу по ключу опять же да по инструкции вот как пришить как сделать и натянуть в общем здесь все 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 расписано также порекомендовали проложить небольшой слой слоя синтепуха что я собственно и сделала ну тут прям его вот особо и незаметно но тем не менее у меня был маленький кусочек я его сюда применила есть кое-какие огрехи вот допустим здесь мне не удалось ровно так натянуть ну вот я думаю может быть просто взять нитками и зашить вот прям прям вот сверху вот такой оттенок взять ну как как могла постаралась закрыть вот этим крученым штуром конечно уже в следующий раз учту учту все свои какие-то вот недоработки это же у нас творческий процесс и а как еще учиться да как пробовать какую-то новую технику надо наделать ошибок как всегда а потом уже смотреть по обстоятельствам ниток осталось много и теперь я вот задумалась о том что мне нужен наверное вот этот автобус я все таки склоняюсь к тому что это будет замечательная пара так что да планы теперь у меня все 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 шире и шире благодаря осваиванию новый новых техник но и это очень интересно я вообще довольна этим опытом довольно и качеством набора так что девочки рекомендую если вы боитесь но хотите вот все таки попробовать возьмите вот такой маленький наборчик от фирмы панна ну они там есть все вот видите я вот все сделала буквально из составляющих набора и застежка и фетр на задник и сама основу вот этот вот картонка плотненькая в общем нитки отличные гамма хорошие очень нитки приятно ими вышивать гладь тоже ими приятно вышивать шнурок тоже сплетается из ниток тех которые на органайзере прям по пасме берешь и все вот это вот хорошо получается так что я очень рекомендую наборы замечательные и вот знаете немножко отвлечься от крестиков получить какой-то оригинальный результат это всегда приятно и так вот поднимает не только настроение но и твою творческую самооценку так что еще одна вот такая вот маленькая маленькая конфетка в копилку моих готовых работ этого года мистер жулик одобряет покрывала новая до жулик здесь только жуликов вот он ты и здесь да вот один в один твой портрет до жулик ой все все не знаю слышно нет но он мурчит сейчас это он за солнечными зайчиками смотрит от телефона жулик жулик как тебе удобно лежать он какой котяра у нас да на солнышке пригрелся тут хотя он любитель прохлады жуль за солнечным зайчиком смотрит 1100 крестиков я сделала и 76 процентов работы у меня готова на сегодняшний день но я сделала эту тысячу с небольшим крестиков за три дня так получилось что ну вышивалась постольку поскольку были другие проблемы были другие заботы поэтому то что есть то и есть но по крайней мере продвижение видны домик фото центральную уже получил свои очертания здесь уже прям вот-вот в крыше можно брать и спокойно работать я вышиваю по цветам сейчас на самом деле вот этот участок он прям вот ну небольшой остался и позволяет позволяет работа цепляться за вышитые участки и вот добавлять эти цвета вот снова в работу этот вот бленд темно-коричневый я его полностью нет не полностью вот здесь еще нужно им повышевать но практически уже я большую часть этим блендом вышла решила пока что остановиться думаю ну раз даже хелитаж который у меня всегда летит продвигается сейчас медленно значит какая-то конфигурация звезд на небе не та надо менять процесс надо взять что-нибудь другое для того чтобы так сказать вот такую вышивальную встряску себе устроить поэтому простимся с этим дизайном до следующей недели хотелось бы мне конечно и побольше его продвинуть но но сомневаюсь я что вот и еще также возьмусь его упорно повышевать хотя все может быть вот а следующий дизайн я возьму неожиданный вполне себе ожиданной да это дизайн от фирмы lanarte вышиваю я по набору пионы и по ней сейчас покажу обложку вот такая красота будет у меня по итогу готова и сейчас 55 процентов работы у меня уже вышита уберу сам набор набор замечательный здесь нитки дмс лен тридцатого каунта и вышивка в одно сложение что мне очень нравится не нужно заботиться о том что как там ляжет нитка они она ложится просто потому что она одна вариантов у нее особо нет и ложится она правильно поэтому крестики получаются хорошие такие ровненькие и полукрестики тоже нормальные получаются вот здесь полукрест в одно сложение тоже да может быть вот не все любят вышивать в одно сложение может быть это как-то психологически непривычно сложно но если отпустить все эти загоны то вполне себе спокойно все вышивается никаких проблем нет как вы видите левый нижний угол у меня закрыт правый верхний угол там тоже все сделано просто там нет самой зашивки как таковой кое-где я уже сделала бэк где его можно было сделать он тут такой ненавязчивый тоненький спокойный ну в общем его практически не видно можно делать можно не делать ну я сделала и пока что не переставляю пяльцы потому что здесь вот у меня еще есть где поработать в пределах пялец видите уже нижний край работы где то есть здесь прям вот а вот как я пойду дальше пойду ли понизу а что у нас здесь понизу понизу у нас здесь вот этот стол на котором лежит букет зелень она яркая будет интересно вышивать ну в общем здесь да здесь есть где либо можно переставить пяльцы вот сюда и вот сверху тоже завершать этот сюжет тут тоже будет еще один фиолетовый цветочек вот этот вот юночек и тут тоже не полная зашивка то есть правый верхний угол у нас пустой подумаю как я как я буду действовать что я буду делать не обещаю супер там каких-то крутых продвижений потому что кое-какие планы есть на выходные но кое-что я обязательно принесу уже в следующем включении уж тысячу как обязательно будет надеюсь хотя уже тут страшно что-то обещать но в любом случае дизайн продвигается и ланарта доставляет мне удовольствие спустя 1300 крестиков я снова с вами с этим проектом и у меня уже сейчас готово 60 процентов работы собственно все что я могла вышить в пределах этого оконторенного пяльцами расстояния я вышила поэтому прямо сейчас я освобожу свою основу с крестиками от пялец и мы с вами посмотрим немножко помятую но красивую работу так а давайте я ее чуть проглажу чтобы было приятнее глазу так намного лучше согласитесь и я не пользуюсь разметкой не черкую никакими карандашами по своей основе поэтому могу ее гладить в любой момент и как вы видите ну 60 процентов уже я думаю заметно да хорошо стал виден край стола на котором лежит этот букет и теперь я думаю куда же мне перемещаться но это уже конечно будет истории следующей недели хочется мне вроде бы я сейчас настроилась на вот эти вот оттенки и как бы с ними сейчас в такой гармонии возможно продолжить вот сюда поставить пяльцы и уже идти до угла он здесь будет такой обозначенный либо можно где-то вот тут идти по верху и доходить до необозначенных углов он такой же будет размытый как и здесь ну здесь в любом случае у меня свобода выбора и творчества но я довольна своим результатом как-то вот хорошо я ворвалась в ланарты и потихонечку потихонечку его продвигаю здорово вот я его взяла в июне до в конце июня у меня где-то вот здесь вот были эти полукрестики и вот так вот почему понемножку понемножку каждую неделю вышивая там по тысячи по тысячи с небольшим и уже процесс растет это очень вдохновляет и очень радует красивые цветы я сейчас вот смотрю и через камеру они приятные нежные но живую они еще интереснее вот правда даже не знаю как это передать может быть может быть если я поближе поднесу ну да здесь будет лучше видны крестики ну да вот живая вышивка она все-таки когда вот ее можно вот так вот покрутить поближе показать повернуть когда она не под стеклом а еще такой процесс идет это это дорогого стоит здорово так что вот на этом моменте я откладываю работу но уверена что продолжу ее еще на следующей неделе не хочу останавливаться затягиваюсь затягивает меня это магия ланарта буду буду ею поддаваться ей поддаваться почему бы и нет правда доброе четверговое утро до уже четверг но эта неделя у меня просто летит как-то молниеносно вышивается не очень много очень много каких-то других дел но четверг остается неизменным традиция эта традиция хардангер да я вышиваю вот такую вот большую дорожку на стол или на комод и продолжаю работу над вот этим вот контуром вот такую красоту делаю заполняю четырехсторонним стежком панкой делаю алжирские глазки и лангетный шов который идет по краю по нему потом будет вырезаться контур салфетки не салфетки а дорожки вышиваю я на основе джабилан 28 каунта нитки перле от фирмы финка очень все мне нравится но вот раз в неделю я занимаюсь этим хардангером и мой фронт работ сейчас пяльцах да здесь нужно будет сделать лангетные швы здесь из внешнего контура доделать и внутри заполнить алжирские глазки и вот вот эту вот клеточку красивую заполнить сделать четырехсторонние стежки этим я и займусь вот такой вот у меня фронт работ большой но все уже подходит концу уже вот дойду когда до этого сердечко у меня полностью получится весь внешний контур закрытым и это очень классно жулик собралась я снимать хардангер но жулик залез прямо под него любитель он полазить под покрывала куда-нибудь еще вот такой с попонкой пошел жулик смотри сюда не хочет в чем ему полностью это нравится им комфортно все хорошо все замечательно он сделал себе такой плащ и и все прекрасно но все жулик пошел по своим делам и я теперь могу спокойно показать свои продвижения за четверг я прям очень довольна не ожидала от себя такого но это вот действительно видимо захотелось и вот в охотку пошло пошло видите всю эту линию я заполнила четырехсторонним стежком и заполнила соответственно алжирскими глазками вот дошла до сюда плюс сделал ангетные швы там где надо было сделать я прям очень рада я молодец хвалю себя потому что смотрите вот остается вот этот участок который нужно будет заполнять этими украшательствами и дальше дальше уже пойдет совершенно новый этап работы но не знаю здесь наверное но может быть пара недель точно мне понадобится все-таки по одному дню и если так вот хорошо распределить участок то можно управиться так что вот с таким вот хорошим хорошим продвижением я довольна и откладываю хардангер до следующего четверга а он поверьте наступит очень очень быстро хочу показать чем я тут занимаюсь смотрите это все все мои неоформленные работы но у меня сейчас их наверное все таки большинство и если раньше я хранила их в рулонах сперва был у меня один рулон потом появился второй потом третий и я поняла уже что в общем рулоны это не выход для меня они стали занимать реально много места ведь рулон просто так не положишь его надо и обернуть и уложить так чтобы не ничто его другое не поняла и я перешла на другую систему на хранение на вешалке ну купила тогда я такая наивная была купила только одну вешалку но у меня на нее получилось навесить только большие работы здесь в основном dimension смотрите видите какая стопочка на она реально тяжелая надо было взвесить и показать вам сколько это весит немножко извиняюсь за то что потряхивает но чтобы показать вот и большие работы это я наверное не той стороной положила я повесила на вешалку а остальные работы которые у меня не влезли в том числе и большие тоже по-прежнему у меня продолжали храниться в рулонах но я теперь решила все это дело исправить прикупила себе сразу вот три таких вешалки вот она у меня такая же по моему и было и сейчас хочу как-то их по тематикам разложить развесить чтобы все было логично ну и раз уж достала приятно полистать свои работы но этот вот семплер я вышивала здесь на канале ребятишки от dimensions да тут в основном будет dimensions котики прошу прощения за свой палец ну снимаю без штатива вот вот эта красота деревенский канал который я так хотела и вышел очень быстро сперва подумала нитка на это веревка который лодка привязана их так повесила нелогично да это морской отдых на побережье тоже dimensions раритетный набор это тоже старенький dimensions я показывала все свои работы на канале поэтому сильно на них не буду заострять внимание у меня даже видео есть все мои работы dimensions это вот несчетный крест снова старенький дим ну так чисто пробежимся панна в ожидании прогулки алиса какие шикарные подсолнухи как приятно все таки перебирать работы мешутки на одеяле весенняя фея ее я вышивала на канале есть видео ну эту красотку сложно забыть такой кординг шикарный есть у меня мастер-класс типа того тоже на канале на ее примере тоже классика венок сезонов долина реки бэк красивая работа очень красивая это betfordshire sunset тоже шикарнейшие ну классика которая есть наверное у каждой вышивальщицы индианка вышивалась по буклету по схеме нитками дмс это буцелла по оригинальному набору кардиналы мой любимый чертополох венок от марии искусницы схема натали черепановой такая весна с мускари это dimensions я здесь меняла основу на пермин вот этот цемплер я вышивала не так давно наверно года два назад олени алиса княз шикарный достойный того чтобы их можно было видеть ну да и там уже вот последняя работа как вы видите много работ на одной вешалке всего лишь и и скажу честно они уже не помещались но мне предстоит теперь все организовать так чтобы вот на четырех вешалках поместились все работы здесь у меня еще остаток dimensions кое-что есть и замок я думаю вы узнаете мешутки это все работы прошлого года сэмплер тоже с прошлого года много-много всего если вас что-то заинтересовало вот у меня есть видео в описании все мои работы dimensions так что можно посмотреть будет здесь у меня мини голды вот они зайки зайки почему зайки котики тигр старый дим это я подбором вышивала и 3 маячка насколько я помню должны да все на месте другие все оформлены здесь у меня херетаж круги то что я не так давно показывала когда вышивала свой круг деревеньку на озере это панель тоскана и рождественская гостиница такой прямоугольный дизайн а вот эта стопочка самая сложная для меня тут у меня мелкие дизайны которые надо бы оформить но до них не доходят руки девочка от ксении адоневой это юлия до насколько я помню нет наверно кристина геворкян да кристина геворкян эта схема из интернета наборчик сделай своими руками по моему до коза там мне не хватило не так это вот единственный набор где мне не хватило не так из всего что я вышивала тут же вышивки по схеме это алиса от мяс такие вот хэллоуиновские чудесная игла маленький наборчик вот это маки это первая моя работа на равномерке я вышила первые крестики и поняла что это любовь это им по студия жар птица панна амулет рыбака куплен на распродаже помните была такая распродажа в леонардо и в иголочке вот такие вороны с воротами гусь это гелена ларцова хэллоуин by the bay недел арт называется дизайнер такой наборчик у меня был она петунова алиса княз это она петунова прошлый год ну и гуси нужно оформить осенние гуси у меня остались под с того года улитки это алиса княз так что видите тоже много и тоже нужно их организовать и положить так чтобы чтобы они все были в одной кучке придет вдохновение оформлять буду оформлять а это уже такие большие работы но не димэншенс а разных производителей разных авторов вот такого скоробея на линде черный я вышивала здесь на канале уже я помню здесь очень мало крестиков немножко в жуке много бэка много фрузилков получается конечно очень эффектный дизайн вот прям кусочек я взяла линда это от гаммы как вот он был в упаковке видите вот хватило тютелька в тютельку да здесь бисер даже есть вот такие точечки а внутри это фрузилки причем они разного размера в одно-два сложения интересные дизайны там целая серия у алисы это мой первый хардангер дизайн называется gratitude от jody диксон у меня есть видео на канале по этому дизайну я его показывал неоднократно здесь у меня оригинальные материалы видите как поблескивают шелковые ниточки шикарно вообще просто очень шикарно здесь нитки gloria на насколько я помню waterlilis крайник шелк шикарнейшие и простой простой хардангер вообще вышивала с удовольствием и бисера здесь много хотя кажется вначале где он но он есть есть он такой деликатный вот эти вот видите обводит ромбы такой матовый красивый дизайн я думаю это помните это работа прошлого года эльза уильямс крытый мост мост осенью по моему называется очень мне нравится этот дизайн он небольшой приятный вышивала по набору такой вот милый старый винтажный добрый сюжет ну а это мой латистич гуси знаменитые влюбилась в этого производителя по этому дизайну и вообще обратила внимание на производителя посмотрите какие шикарные поля дизайн не маленький вот сравнении до скрытым мостом смотрите тут такие полях и у гусей гуси на 16 аиде высшивались это 14 аида ну конечно хит всех сезонов всех времен и народов это залив гумбольта немножко у меня помялся но это все исправимо утюг есть прогладить не проблема красивейший дизайн у меня целое видео по нему с ответами на вопросы там все 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 нюансы все что хотите все там есть прекрасный большая работа хоть и на мурана вышивается но такая большая но здесь несложная она большая зашивка ну и вот такой большой у меня сэмплер тереза венслер по схеме по ее по буклету камелот сэмплер ну здесь слова излишне тоже я снимала про него отдельно видео рассказывала показывала здесь конечно можно много говорить много показывать вот покажу что есть петитики целый сюжет вышивается аппетитами много разных стежков нитки перли используется вот в решетке здесь вот в украшениях стежках конечно потрясающая работа надо бы ее оформить но я пока морально и финансово не очень готова к этому хочется сделать что-то грандиозное но пока пусть повисит пока повисит она не ухудшится ничего с ней не произойдет всему свое время оформлю и наверное самая такая толстенькая у меня стопка смотрите это все средние такие вот небольшие дизайны но вроде не совсем маленький как вот в той стопочки я показывала вам но и не такие уж и большие как предыдущие да венок маковый от анны петуновой вышивается на еве понравилась мне эта ткань я вообще поняла что эта ткань идеально для венков где большое пространство не зашивается благодаря этому видна красивая вот эта фактурность евы и и вот эти переплетения как специально таки до полотняные сделаны но здорово понравилась ней ткань и вышивать на ней как она выглядит это алиса княз чеширский кот тоже есть у меня на канале это розы джоуи парижские вышивальщицы красивый дизайн нравится клубничка с нитками в центре почему-то показавшимися тоже вышивала я ее так вот на волевых усилиях почему-то на ну почему я знаю схема была не очень я вышивала с экрана конечно то что получилось это потрясающий эффект классный это фирма панна хэллоуиновская гирлянда тоже вышивала на канале все это есть алиса княз фонарь тоже алиса княз шляпник номер два основу красила сама краска джинса это ворон алиса княз индийский ворон основа здесь кашель такого вот цвета с переходами овцы овечка это крикет коллекшен дизайн давно хотела ее вышить и два года назад я это сделала остается только оформить и тема овец продолжается эта фирма clart мечтательницы классные овечки покорила меня вот это вот розовая с розовыми завитками это вышивка по журналу вышитые картины какого-то там лохматого года код в маках здесь я уже вышивала на равномерке по моему это вторая моя работа на равномерке снова маки но пока еще нитками гамма частично какие-то нитки гамма какие-то вот в ров в маках у меня дмс а где-то гамма я уже тут понимала что есть разница при вышивке по ключу гаммой или по ключу дмс это все-таки дизайн был разработан для дмс ниток реолис всем известный шотландский вереск это у меня здесь лен 25 каунта такой натурального цвета понравилось не вышивать шерстью на этом линии приятно рождественская дверь анны петуновой весенняя дверь анны петуновой тоже какие-то ниточки это наверное не обрабатывала какие-то ткани покорила меня эта дверца на первое в серии было ну и вот я вышла 3 осталось у меня летняя дверь хэллоуиновской сейчас увидите осеннюю это татьяна драганова розы она же и тот же художник поле де лангпре вот с этой работы я впервые сняла видео на моем канале это первое видео у меня как раз про эти розы я тогда их вышивала это был июль 2016 года до уже шесть лет моему каналу так это мимоза риолис та же самая основа 25 каунта лен и шерсть красиво получилось ярко алиса княз вот такие вот новогодние обезьянки лори здесь и бисер и подвесочка и металлик и шовчики металликом все что хотите ой но это знаменитый код который потрепал нервы ни одной вышивальщицы был самый наверно масштабный совместник бесплатный вконтакте в instagram кто где участвовал ну вот я до сих пор считаю что это одна из самых сложных моих работ да здесь просто просто убийственный бэк здесь много всего здесь и четвертинки и бленды бэк я уже в листьях делала уже по своему вкусу не могла по схеме делать но код конечно офигенный обалденный офигенный но столько он у вышивальщиц попил крови на наверное кто-то вышел его с легкостью но вот таких точно меньшинству рыба механическая стимпанк это фирма панна одно время у них были в моде эти сюжеты у меня есть еще наборчик со скоробеем я его так и не вышла ну надо бы так это алиса княз ее разработки по рисункам иран хоррорс сказки это шляпник номер один по ему шикарнейший тут даже мышку у него на шляпе отдыхает алиса то же самое с тиширом все здесь и с грибами это вот первый дизайн от алиса княз который я вышла и дальше у меня начался роман с этим дизайнером это наталья ков насколько я помню если я правильно говорю какой-то дом или что-то эскиз очень легко у меня он вышелся несмотря на бэк понравился своим настроением своим каким-то вот таким ощущением что-то в нем есть ну тоже всем известные лавандовое поле от фирмы анкор вышивала на мурана нитками анкор по ключу зубодробительнейший бэк внизу и легкое все остальное вверху несмотря на четвертинки они немногочисленные но вот самое сложное это вот эти вот бэк в этих травках а так так очень эффектная работа яркая красивая фиолетовая самое главное алиса княз хэллоуин но здесь крылатые рогатые черные кошки глазки все такое криповое все такое страшненькое все как я люблю таинственная тыквы котики котел зельем ну вот кстати и осенняя дверь то здесь не скажу что она прям хэллоуин просто осень осень тыквы фонарь вязались синяя дверь что еще нужно настоящая осень не пугайтесь это снова леса княз спящая красавица да вот такая она у меня понравился мне этот дизайн понравилось его вышивать ну вообще я люблю вышивать разработки алисы по схемам и равен хоррорс по схемам по картинкам это буцила подбором вышивала в прошлом году так вот знак любви вот так называется работа здесь интересные цветочки лента пришивалась вот так вот просто классный и здесь я освоила технику black work немножко повышевал ее поняла что и как ничего сложного нет вот тоже прошлогодний mp studio классный это котики от перуного цвета кстати сейчас у них вышла в июне схема мыши в маках она прям вот в пару сюда здесь есть тоже мышка кстати вот я на нее посматриваю на эту схему думаю приобрести не приобрести очень нравится перу нас в цвет я сейчас и воронов вышиваю этот семплер будь собой но пока думаю пока думаю думаю вышью воронов а там посмотрю ну как бы не я нет не носилась к мышам и крыскам но они там такие милые там и пшеничные колосочки и маки и все что угодно ну зайдите в группу перунов цвет вконтакте посмотрите правда классно очень классные ну котики да котики это вот мой первый дизайн от перуного цвета мое знакомство очень понравилось ну и как как без котиков это это святое фрузилок лисичка это тоже работа прошлого года ну и тоже прошлый год я завершила многолетнюю мою алису еще одну алису такая вот загадочная девушка с грибочками с крашенными розами все все по теме так что вот вот столько у меня работ но это конечно не все что-то у меня оформлено в пяльце но вот то что у меня хранится как бы в рулоне и сейчас я систематизирую все это дело моя задача наверное я dimensions отложу все сделаю в одну на одной вешалке крупные работы повешу на другой средние на 3 у меня 4 останется для малышек наверное все таки я так сделаю посмотрю самое главное чтобы все это дело у меня у меня все это влезло ой как мне нравится эта беседка вот как приятно поностальгировать достать свои работы и посмотреть на эту красоту в прошлом году меня осенило хоть захотелось ее вышить и я это сделала несмотря на отсутствие набора ладно пойду разбираться с вешалками и покажу вам что у меня получилось в итоге у спустя какое-то время я к вам возвращаюсь немало времени да я потратила на то чтобы вот привести все в порядок теперь у меня на четырех вешалках висят все мои неоформленные работы те которые я не буду оформлять или когда-нибудь попозже буду оформлять те которые я планирую оформить может быть как-то в прикладные вещи плюс здесь еще лежат у меня мини голды их можно оформлять и в рамки и по прикладному кто как хочет ну вот вот так она выглядит много работ скажу честно может быть на вид она как-то плоско но вот я пыталась считать потом я сбилась вот здесь у меня один dimensions посмотрите здесь 23 работы 11 голдов больших и 12 простой счетный крест здесь я уже не считала тут у меня собрались такие средние работы разнообразные ну я все это вам показывала нам здесь опять же такое все помельче мелочь и мини голды ну а тут такие побольше и средние работы так что видите все да и херетаж здесь у меня так что теперь просто нужно освободить место в шкафу все равно это занимает определенное место попробовала я поднять одновременно все четыре вешалки но очень увесистые я скажу вам тем не менее вышивать я не перестану до много работ представляете если все это оформить это ж какой дворец нужно иметь это нужно сколько рам вот этих иметь даже если менять экспозицию где-то все это хранить так что наверное все таки оптимальный вариант это вешалки ну или рулоны кому как больше нравится я сейчас довольна что все все мое добро будет вот так висеть и в свободном доступе я же еще частенько что-то достаю чтобы вам показывать какие-то делаю сборные видео иногда сейчас правда реже стала это делать но тем не менее поэтому такая сортировка мне еще больше необходимо как блогеру скажем так ну отдельная кладу работы этого года вот здесь работы этого года совершенно нет и вот я уже как блогер задумываюсь об итогах года как их показывать и вот сразу уже складываю в отдельное место чтобы потом судорожно не искать по вешалкам вот такой теперь у меня порядок друзья мои у меня уже воскресенье 3 июля и я показываю этот завершающий фрагмент а в нем показываю новый старт мое новое начинание так вышло да я решила отметить 1 июля раз уж наступила макушка лета то я решила начать новый процесс тем более мне хотелось да вот так получается что на этой неделе один процесс от панны я начала и закончила мою брошку ну и в конце недели вот так нервы не выдержали и я решила гулять так гулять а почему бы и нет тем более тем более это не просто вот процесс как бы это давно желанный у меня процесс процесс который я посвящаю моей маме она у меня очень любит астры это ее цветы она родилась в августе в конце августа в это в это время как раз буйное цветение астр они прекрасны вообще с латинского до астра это звезда чем-то похожи на звезды эти цветы такие же вот во все стороны у них расходятся лучики в общем это да это процесс для моей мамы набор этот я приобрела прошлом году еще на вайлберрис я брала по моему и его уже покупала не первый раз когда-то до давненько я покупала этот набор когда он еще был такой новиночкой сравнительной но потом у меня там был кое-какой обмен я обменялась ну и решила что все равно рано или поздно я этот набор приобрету собственно я это и сделала но ее раз уж он у меня лежит в закромах и тем более я же планировала сделать эти астры для мамы поэтому я решила почему бы и нет тем более июль август они пролетят быстро а проект не такой уж он и маленьких здесь что у нас здесь нам обещается размер готовы работать 30 на 40 сантиметров название у него как таковой нет ну его все называют астры тогда уриолис вот шоу номер я не знаю сейчас по моему уже есть название но это не столь важно художник анна петросян вот такая прекрасная нежная акварель с такими игольчатыми астрами поближе покажу еще мне здесь очень нравится сама ваза она такая необычная на такая желтая обычно ваза какие-то прозрачные стеклянные либо какого-то такого нейтрального цвета которые не привлекают особого внимания а здесь она вот такое яркое пятнышко но даже этот активный желтый цвет он ни в коем мере не перебивает яркость и интенсивность этих прекрасных цветов тут такое как такая концентрация вкусных фиолетовых розовых лиловых сиреневых оттенков что просто это настоящий праздник праздник сердца посмотрите вот именины сердца у меня идут здесь у меня вышло чуть больше тысячи крестиков вот я их уже показала телеграм и попросила своих друзей там угадать что это за процесс вы знаете процесс был угадан моментально практически астреатриолис сразу мне написали ну наверное да есть любители этого проекта что я хочу сказать по его сложности это сложный процесс да действительно схема здесь такая заморочистая потому что это как-никак цветы и цветы такие пестрые вот смотрите да вот я как раз середина начала приблизительно вот с этого места и скажу честно что если бы я вышивала по схеме по этой бумажной мне было бы сложновато но я нашла в контакте перенабор скачала его очень легко и просто и вышиваю по нему и благодарю того человека кто его сделал потому что это очень мне облегчило жизнь здесь такой интересный ключ очень много вышивается в три сложения вот это вот здесь столбец где показано у нас включает значки которые вышиваются в три сложения и есть бленды и бленды они все практически там за редким исключением тоже 1 плюс 2 2 плюс 1 но в общем тоже в три сложения крестики есть крестики в одно сложение есть полу крестики в одно сложение есть кое-какие крестики в два сложения всего здесь по моему 22 цвета не так уж и много но вот вот это вот часть допустим вот это все один цвет это бленд и это в три сложения и посмотрите как он классно смотрится они так выделяются эти крестики как как бисер да вот какие-то бусинки пока что смотрится пока еще не заполнила между ними расстояние вот тут вот где я уже запомнила уже как-то вот какой-то рисунок появляется а так вот вот так вот интересно пока что выглядит мой процесс да я здесь заменила канву сделала замену у нас здесь в наборе канва цвайгард нитки анкор канва очень хорошая замечательная белая нитка прицепилась вот она такая надо будет иголку забрать супер канва я уже знаю на какой процесс я ее пущу это будет скорее всего цветы от алисы либо сирень либо тюльпаны такие которые там розовый их много вот там я заменю гамовскую канву на цвайгардовскую просто на ней попроще вышивать она помягче попадатливее а заменила я ее на турецкую равномерку она немножко другого оттенка видите я решила взять вот такой немножко молочный оттенок думаю а стран они на нем тоже будут прекрасно играть выделяться все будет замечательно ну здесь есть не зашитое пространство я решила что и канва мне пригодится и на равномерке тоже будет процесс смотреться изящно акварельно все как надо что еще нитки покажу вам нитки пока что я их никак не переорганизовала пока что я вышиваю с планшеток но есть у меня мысль попробовать мне советовали как-то вот разрезать чтобы вот получились такие прямоугольные бобинки ну я люблю с бобинок вышивать я об этом подумаю потом пока что я только вот наслаждаюсь самым началом и мне мне очень нравится хотя на первых крестиках я немножко так спотыкалась потому что первые крестики вышивались в одну нитку их здесь практически не видно бледно розовый а потом рядом стала вышиваться вот эти вот в три сложения как-то так интересно непривычно немножко но скажу что на туркомерке отлично в три сложения анкором вышивается здорово ну а нитках анкор много я говорить не буду они прекрасные я их очень люблю вышивать ими очень удобно и да это мой первый реолис который я вышиваю хлопком обычно вот у меня не так уж и много реолиса выше то по моему три работы но все три работы у меня вышивались именно акрилом который лежал там таких хлопковых процессов у меня еще не было поэтому тоже приятно тоже такой новый интересный опыт вот на таком красивом кадре обожаю этот цвет эти цвета и лиловый фиолетовый и ваза мне это очень нравится она меня никак не смущает прикольная классная я завершаю свою вышивальную неделю с отличным настроением понравилась мне вот это россыпь ярких крестиков может быть пути они какими-то другими небо было бы немножко скучно а здесь здесь все супер здесь мне все нравится все замечательно до процесс где-то 16 с чем-то там тысяч крестиков так что нужно будет ему уделить внимание ну даже если я не успею концу августа эту работу завершите я все равно смогу в любой другой день подарить картину маме это это не обязательно можно подарки делать не обязательно только на день рождения ведь правда но на этом я с вами прощаюсь желаю мега вышивального вдохновения творите красоту ну а с вами была светлана до новых встреч в эфире пока друзья